Виталий собирается в школу и собрался позавтракать. Всем доброе утречко. У нас, девочки, утро. Вот такой у Виталий завтрак. Творожок. Ты собрался с яблоком его есть? Да. А нектарину? Тоже. Я говорю, поешь манты. Девочки, вчера настряпала мясные, тыквенные. Поешь, говорю, что-нибудь серьезное. Ты вот сейчас позавтракаешь, получается, ни сахара не ложит, кофе девочки не пьет. У меня вот кофе льдом подернул, что-то я не хочу его. Я говорю, пей кофе. Почему не хочешь кофе попить? Я воды попил. Но я воды тоже попила с утра. Кружку теплой воды выпила. Ну, а что? Сейчас вот позавтракаешь в столовую. Пойдешь сегодня? Почему? Во сколько ты придешь? В 11. Почему в 11? А, у вас сейчас пока сокращенно, да? Угу. Холодно, потому что в школе. Но ты не мерзнешь? У меня куртка. В смысле, вы в куртках сидите, что ли? В куртку деваю, и все надо. Кто-то не одевает. Я говорю, скоро уже живот к спине прирастет. Девочки, ну вообще невозможно заставить. Пишите, девчонки, чем ваши дети завтракают, чем вы завтракаете. Я вот лично наелась уже с утра селедки с картошкой. И довольно прекрасно. Матвейка спит в доме 2. Мы управлялись. В общем, все дела поделали с утреца здесь. Я позавтракала. Сейчас пойду туда. Там у меня печка топилась. Дома тепло. На улице прохладно. Минус 2 у нас сегодня было. Так что одевайся тепло. Голову помыл. Одевай шапку. У меня нет шапки. Я тебе говорила уже, купи шапку. Но нету. Капюшон одевай. Так что вот так вот. Такой вот у него вкусняцкий завтрак. Без сахара. Я вот лично такое есть не могу. Но вот он любит. Тебе правда нравится? Вкусно. Вкусно. Вот вкусы. Ну, о вкусах не спорят, конечно. Ну, не знаю. Я бы, конечно, манты поела. Бананы. В том доме есть бананы. Два банана. Что-то вчера не купили. Фруктов-то набрали. Арбузы. Вы ели хотя бы. Ты ел арбуз? Ну, вот чуть-чуть. Ничего не едят. Невозможно заставить. Вообще невозможно. Не знаю, что делать. Рост под метр восемьдесят. А вес? Сколько у тебя вес? Вес нормальный. Нормальный. Ты посмотри. Я говорю, худющий. Вообще невозможно. Ладно, кушай давай. Завтракай. Приятного аппетита. Проводила Виталю в школу, девочки. А сама собралась. Собралась. У меня сегодня прием. У меня должен был быть прием на той неделе. В общем, я не сходила. Как не получается у меня, в общем, никак сходить. То одно, то другое. То пято, то десято. Сейчас Марину разбудила. Я говорю, давай, иди к Матвейке. Матвейка спит еще. Я вызвала такси. У меня знакомая там. Сегодня тоже на прием. Я позвонила ей. Я говорю, займи на меня очередь, пожалуйста. Спасибо ей. Так что сейчас жду такси. Дышатся девочки. Мурзи. Ну, звала-звала тебя. Я говорю, там печка, там тепло. Никак не захотел. Он с Мариной спал, пригрелся такой деловой. Я говорю, давай, дружок, на улицу беги. Проветривайся. Так что такси едет уже. Ну вот, девочки, на прием хоть схожу. Я уже, девочки, дома. Сходила на прием. Ура, ура. Матвейка выспался. У нас время 10 часов. Начало 11. В кроватке спал. Он вчера, девочки, намаялся, парень. Съел целую мантушку. И прямо вот здесь на кресле, говорю, на диванчике уснул. Я его потом в кроватку положила. А посреди ночи он у нас пришел на диван к маме. На, ешь давай. Манту-то. С тыквой, говорит, вкусно. Даня тоже, он пришел, сейчас тыквенных наелся. Тыквенные, говорит, вкуснее. С мясом не захотел никак. Ешь и гулять пойдем. Так, печка у нас натопилась дома. Теплынь такая. Ну что? Тыква. Тыква. Ну так ты садись нормально. Звала мама тебя туда. Я ведь не буду тебя кормить так. Все. Балуешься ты. Прожевывай. Смотри в окошко, кто там ходит. Балуемся. Я говорю, сходим, проветримся. Дома духотище. Натопила печку. Что-то здорово. Марина с ним сидела. Сейчас пришла, вон парень-то. Все, бегает тут. Рассказывает мне. Марина подгузник поменяла, да? Марина тебе меняла? Марина. Подгузник Марина меняла. Ой, ты мой золотой. Мама сходила на прием. Девочки, сходила я сегодня на прием. 22 недели у меня. И, в общем, все нормально, слава богу. Про прививки, значит. Доктор спрашивает. Ну что, прививку от гриппа сделала? Я говорю, нет, не сделала. Я говорю, я не собираюсь сделать. Обязательно прививка от гриппа. В следующий прием, типа, что прививка была. Я говорю, здравствуйте. Ну, если я не собираюсь эту прививку ставить, зачем я ее буду ставить вообще? Типа, что без прививки якобы нельзя, нельзя рожать не допустят в роддом. А если, говорит, поедешь в Курган, в перинатальный центр рожать, то, значит, прививку там поставят принудительно. Виталя, заходи к нам. Иди к нам, заходи. Давай. Ну-ка, что тут поешь? И потом дела сделаны в телефоне все. Дела все в телефоне сделаны. На, кусай. Вот, так что, девочки, пишите, пожалуйста. Кто поставил прививки от гриппа? И принудительная она у вас? Ну, получается, это как принудительная прививка. А что? Если я ее ставить не хочу, обязательно. А если не поставишь, значит, рожать тебя не примут. Я говорю, ну, дома, значит, буду рожать. Ну. Здесь, типа, я в роддом не допускаю без прививок. Вышла в коридор, говорю, девочки, все прививки поставили? Сидят тут не поставили, там не поставили. Знакомая вот у меня сейчас тоже, это, Наталья, тоже не поставила уже. А что срок? Скоро уже рожать. Я говорю, ну, не допустят, значит, рожать. Будем дома рожать. Ой. На, кусай, мантушку. Ну. Все. Так, ну, сейчас мы, в общем, почаевничаем. Виталя у нас пришел, да? А там видно будет, девочки, чем мы займемся. Пишите про прививки. Обязательно напишите, девчонки. Обязательно у вас прививка от гриппа? Или не обязательно? Так вот. Он еще такой мне говорит. Это еще от коронавируса, типа, вот прививать начнут. Это вроде как, типа, не так. А, значит, от коронавируса еще серьезнее. Я говорю, там, во-первых, неизвестно, что намешано. Я с чего ради должна, как говорится, прививаться? Тут девушки сидят две. Одна, говорит, мне вот уже скоро рожать. Я, говорит, сейчас прививку поставлю, потом заболею. Не собираемся мы, говорит, прививки ставить. Ну, кто-то пойдет прививаться, значит. Раз обязательно. Виталя со школы пришел голодный. А с хреновиной, кстати, попробуй, да? Вот две и так они. Да? Таня пришел и все манты съел тыквенные. А Виталия остались, значит, мясные. Ну и чё? Виталя здесь у нас? Ты чё, сынок? Сейчас Виталя покушает. Мама творожком перекусит. Виталя с нами. Да, я поставила молоко греть. А, кстати, я хочу этот, кто он, достать? Несквик. Я хочу какао, девочки, захотелось. Сейчас пойдем гулять, да? Сейчас Виталя покушает. Ну, попробуй, давай, скажи, манты, да чё с мясом-то? А, с тыквой попался тебе? С мясом один с тыквой. А, по-видим, с мясом. Ну, ешь давай тогда, приятного аппетита. Пилить. Чё делать? Пилить. Тебе всё пилить надо, докопать. Пилить, докопать. Ну, ты чё, сына? Сейчас брат покушает, мама перекусит. Попьем какао и пойдем на улицу. Дышать, гулять. Дюлико? Дюлико пойдем. В город надо. Виталии надо шапку. Ну, чё, замерз без шапки-то? Нормально? У меня уши мерзнут. Ну, вот уши мерзнут, а уши надо беречь. У меня повязку подевает. Повязку шапку надо купить, значит. Собрались мы, девочки, до города. Сейчас Виталий вон занесет свои портфели домой. И прогуляемся, сходим. У нас время еще мало. Так что сегодня у нас много дел сделано с утра. Сидит парень на коляске, говорит. Собрались, девочки, через нашу набережную идти. Посмотреть надо коров. Даня у нас, потому что уже в школу ушел. Марина дома осталась. А мы с Матвейкой и с Виталией до города сходим. Да? Да. Курочки там, Матвейка, да? Ко-ко-ко? Ко-ко-ко. И гуськи пасутся. А где телка? Так, там у нас теленок. Что-то телку я со сцены не вижу. Она вон там дальше привязана. Теленок-то пасется. Там вдалеке, вон, видно. Корова. Звезда! Звездуля! Где она? Не видно, правда, сына. Тиги, Тиги, ну иди сходи, посмотри поближе. Там покричишь ее, может она выйдет. Она может лежит там, наелась. Где она? Кто там? Курочки? Ну смотри, посмотришь. Время 12 часов, так. Кукаряку! А там гуськи, да? Ну мы, я не знаю, часа два-то точно три. Гуськи? Гуськи, да, курочки. Куда она там спряталась? Такое небо красивое. Красота! Она лежит там, девочки, а теленок возле нее. Ее даже не видно отсюда. Вот какая поляже вот отдыхает. Гуськи там. Ты не боишься гуську-то? Гуськи. Как гуськи разговаривают? Они за нами собрались такие, ага. Хотели на нас напасть. Не выпади хоть из коляски-то. Там курочки, да. Курочки, гуськи. Виталя там поит, значит. Поит. Встала звездуля. Кукаряку. 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 Не выпади, сына. Кукаряку. Мамин. Мамин. Все, сейчас пойдем. Сейчас он коровку напоит, Виталя. Да и все, и пойдем. Далеко пойдем, да? Далеко. В горку поднимаемся, да? В горку? Смотри-ка, по сторонам смотри. А так все на машине. Давно пешком-то не хаживали. Далеко-то. Ой. Сразу тепло стало. Ага, в горку-то поднялся. Да ты у меня еще и это. А, ты в кофте? Да. Матвеечка, тебе не жарко? Не жарко. Матвей. А? Маме. Маме жарко? Маме не жарко, сына, нет. Почти мы пришли в город. Такой кружок сделали и все. Да? Скоро в центр придем. Да давай меряй, не стесняйся. Мы пришли, девочки, в магазин. Шапки. Ну, я говорю, Виталя, так уж просто. Разные варианты возьми. Вы мне посоветовали, да? Ты же любишь что-нибудь необычное. Я люблю гусики. Ну, тут-то гусик какой-то, да? Давай, Адин. Игрушки. Здесь нет игрушек, они кончились. Все, сына. Давай, смотри, вон, брат, сейчас шапку будет мерить. Ох. Такая прям зимняя такая шапка. Посмотри ей на мать. Это не смешно. Тебе смешно? Давай вторую меряй с помпончиком. Ну, надо же понять, какая тебе подойдет шапка. Это прикольно, да? Тебе нравится, что ли? Ну, вот этот тоже с пленкой меряй, да? Ну, меряй. Потому что там обычные шапки. Сына, не уходи. Это удобно. Смотри-ка. Ну, они такие толстые. Налезла. Какие-то небольшие, толстые, да? Обычную мере вот такую. Смотри. Самая обычная. Простая, обычная шапочка. Тоже нехая. Ну, какие-то шапки, ага. Что делать? Другой магазин идти, что? Что, шапку выбираешь? Покрутил такой, посмотри. Ты не крути сильно, там у меня же голова закрутилась. Что, будем шапку мерить? Машу. Кто это? Машу. Тут большие какие-то шапки-то. Ничего подходящего. Не купили, девочки, никакие шапки, нету выбора. Матвейки даже посмотрела. И то шапки без завязок, что-то вообще ничего нет. Сейчас зайдем в другой магазин, посмотрим. Может, что-нибудь найдем. Тоненькие шапочки. Я говорю, что-то выбор-то у нас вообще невелик. Коляска прогнулась. Заходили, девочки, вравись. Тяжело. Тяжело? Тяжело, три курицы, считай. Матвейка, он колбаски выпросил. Колбаску увидел, колбаски подавай. Сейчас зайдем в магазин. Тут недалеко. Шапку посмотрим, детали. Мы сейчас в магазин заходили. У нас у меня колбаску справляют. Колбаску. Мы купили колбаску. Скажи, дядя, спасибо. Спасибо, спасибо. Он смотрит так. Вот зашли, девочки. Фруктов купили немножко. Сейчас идем, шапку ищем. Сейчас еще в один магазин. Мы уже в три магазина зашли. Можем шапку найти. Какой шапку? Здесь посмотрите. Здесь есть. А тут детский магазин-то. Какой детский? Все есть. Взрослый человек тоже есть. Да. Загадите там. Посмотрели и нигде шапку не найти не можем. Пока-пока. Помаши ручкой-то. Скажи, все, пока-пока. Холодно. Да? Купил, девочки, шапку у Виталя. За 300 рублей. Вон, магазинчик супердетки. Да? Кусай давай. Ну, давай, меряй. Понравилось? Или так? Уж не. Как говорится, из того, что было, выбирал. Ну, вот, там по размеру только вот такие были, только в разных расцветках. Угу. Ну, я серую взял. Пиздать. Не надо распечатывать. Мы вот распечатали. Ну, все. Не хотела распечатать. Распечатала. Распечатала. Да? Все, сейчас домой потихоньку. Сели на скамеечку, Виталю ждали. Сейчас потихоньку домой пойдем. Все. Мы уже, девочки, домой пришли. Ой, зашли в магнит. Купили вот такие вот булочки для хот-дога. Что-то так нам захотелось. А что ты так тонко режешься? Так это под низ так. Я, значит, жарю пирожочки. Тыквенные, девочки, пирожки. Оставалось пюре тыквенное. Набрали тесто. Покупное тесто, да? Что братик делает? Братик делает хот-доги. Да, с помидоркой, с лучком, с колбаской. С сырком. Будем кушать, да? Вот такой, девочки, получился хот-дог у Виталии. Я нажарила тыквенных пирожков. Тут получилось пару лепешечек. В общем, у нас сейчас будет обед. Можно сказать, мы нагулялись. Матвей как гулял, да? Колбаску кушал? Колбаску. Колбаску, да. У нас лапша приготовилась. Почти приготовилась, в общем. Так что у нас, девочки, такой вот обед, можно сказать, с домашней лапшой. Сейчас мы нахлебаемся. Да, и будем сыты, и будем заниматься другими делами. Так что, друзья, на этом я с вами попрощаюсь, всем скажу. Всего доброго, всего хорошего, и до скорых встреч. Суп будешь кушать? Суп будем кушать, да. Помаши ручкой. Скажи пока-пока. Скажи пока-пока. Пока-пока. Все, девочки, пока-пока. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока, все, да. Пока-пока.